Сейчас параллельно с нами на связи Дмитрий Линько. Дмитрий, признательный вам, здравствуйте. 110 километров. Дмитрий, здравствуйте. Высвятели у нас? Да, я вообще. Прокомментируйте, пожалуйста, что происходит сейчас в зале парламента, и если будет вынесено на голосование перевыборы в Кривом Роге, поддержите ли вы? Да нет, я не могу. Пане Дмитрий, вы в эфире разповидаете. Зараз перерва оголошена после того, как помощь заблокала трибуну, и до сих пор, как сказал, в 12-й године было разрешено заседание, но до сих пор начинается, что в голове фракции на радио Володимира Гройсмана мы наполягаем на то, что была наша установка, которая установлена вопросами по Кривому Рогу. Мы еще не можем голосовать, так оно проектом. И поэтому мы решили протокол, который вырешивает все эти вопросы о перевыборах, как депутатов Кривого Рога, так и местного головы. Для того, чтобы вырешить эти вопросы, мы как раз и наполягаем на таком голосовании. И мы готовы за это голосовать. И еще раз я хочу уточнить, то есть фракция радикальной партии готова проголосовать за проведение перевыборов в Кривом Роге мэра и горсовета. Правильно? Правильно ли я понимаю, что фракция радикальной партии готова поддержать перевыборы городского главы Кривого Рога и перевыборы горсовета? Поддержит ли фракция всем составом это решение, эту инициативу? Мы не только готовы поддерживать, а мы сами являемся авторами этой постановки, потому что голосовать это законопроектом это неправильно, это порушение. Выборы местные предназначаются постановой Верховной Рады, а не окременным законом. Поэтому мы зарегистрировали постанову, за которую мают происходить выборы местного главы и выборы местных депутатов. За такую постанову мы готовы голосовать. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Ленько был с нами на связи, народный депутат Украины, фракция радикальной партии.